Привет, YouTube! И сегодня мы распакуем Lenovo S5 Pro. Приехал он к нам в красивой фиолетовой вот такой упаковочке. Мы вскроем, посмотрим комплектацию, даже может быть немножко включим, и полный обзор будет на днях. Так что поехали! Вот в такой вот красивенькой фиолетовой упаковке пришел наш Lenovo S5 Pro. Прислал нам его JD, если не ошибаюсь. Ну ладно, не ошибаюсь, прислал нам его JD. Давайте вскроем. Так вот красивенько. Ну, может быть, не очень, конечно, красивенько. В пакете лежит штучка с дутиком. Упаковка запечатана просто под внешней вот этой упаковочкой. Что у нас написано на самой упаковке? Сама модель 6 плюс 64 гигабайта. Потом всякие надписи на китайском. Ну ладно, давайте вскрывать. Давайте доставать. Очень туго сидит. Оформлена красивенько. Переливающаяся буковка S. На задней стороне здесь что-то на китайском я, к сожалению, разобрать это не смогу. Повторю, что коробка у нас запечатана, как это и положено. На коробке стоят фирменные пломбы Lenovo. С одной стороны мы ее уже случайно срезали. Так, со второй стороны теперь тоже. Самый интересный момент. У меня вызывало сомнение, насколько он комфортно лежит в руке. Вот. И насколько он хорошо смотрится. Из-за брови. Большой брови, в которой стоит инфракрасный датчик. Для того, чтобы вы могли разблокировать его по лицу в любое время суток. Во тьме ночной, при свете дня. Узнавай меня. Сам смартфон лежит в непрозрачном, ну, таком матовом пакете. Выниматься он не сразу хотел. Давайте его чуть-чуть отложим. Посмотрим сейчас комплектацию. Крышка. Какая-то наклейка. Папка, вероятно, с основными документами о смартфоне и скрепкой. Давайте взглянем отдельно на скрепку. Она какая-то очень длинная, как мне кажется. Да, смотрите, реально огромное скрепище. Обычно в наше время кладут скрепки поменьше. В этом конверте у нас есть инструкция. Судя по всему, на китайском. Да, английского я здесь не увидел. Гарантийный какой-то талон. Наверное, гарантийный, потому что, повторюсь, я не понимаю. Судя по наклейкам, с имейами и прочей фигнёй, это гарантийный талон. Конечно же, кабель. USB Type-C кабель. На ощущение очень приятный. Офигеть. Lenovo положили к своему смартфону адаптер, который поддерживает быструю зарядку. Смотрите. 5 вольт, 3 ампера. Это уже 15 ватт. 9 вольт, 2 ампера. Это уже 18 ватт. 12 вольт и 1,5 ампера. Это тоже 18 ватт. Это круто. Вот такая маленькая штучка выдаёт 18 ватт. Спасибо, Lenovo. А вот что до самого смартфона. Версию мы заказали, похоже, розовую. Как это ни странно. На ощупь у меня пока что только положительное ощущение. Достаточно крупный экран. Жалко, залеплен он матовой плёнкой. Клавиши у нас, не могу понять. По-моему, металлические. Давайте включим его. Заодно сейчас я заметил, что справа какая-то штучечка. Вероятно, это какой-то датчик, который постоянно блестит. Смотрите, тем, кого раздражают такие штуки на передней панели, сочувствую. Потому что она будет очень кидаться в глаза. По крайней мере, мне на данный момент кидается. Сразу вижу вторую дырку для шумоподавления. Сдвоенный модуль камеры, заметно выпирающий. Двухцветную, вероятно, двухцветную вспышку. USB Type-C. Дырка для наушников. Дырка микрофона. И дырка полифонического динамика. Неужели нужно активировать его? Прикольно. А что здесь написано? Как раз-таки нам прилетело обновление. Я не знаю, что здесь написано. Я попозже его переведу. А на данный момент мы его просто скачаем. Ну что, товарищи, скоро я выпущу полный обзор. А на этом распаковка заканчивается. Не забываем ставить лайки. Подписываться. Вот здесь вот сейчас кнопочка появится. И вы не пропустите свежие видосики. В том числе обзор этого телефона. До следующих видосиков. Видосики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok